Указ от 11 марта 1836 года его императорского величества правительствующему сенату об утверждении положения управлениями делами армяно-грегорианской церкви в России. В данном указе императора Николая I регулируется положение, права и обязанности армянской церкви в связи с начавшимися массовыми переселениями армян на кавказские земли. В частности, согласно этому указу, армянские пришельцы и армянская церковь смогли прибрать к рукам имущество церкви, книги и паству, упраздненные императорским постановлением Албанской автокефальной церкви. Тем самым был дан старт тотальной армянизации албанского культурного и исторического духовного и материального наследия, а также самого албанского населения. Так, на могиле албанской культуры церкви и этноса появилась древнеармянская история и культура на Кавказе. Говоря проще, друзья мои, до 1827 года на Кавказе армян и в помине не было. Появившись там, они, естественно, озадачились вопросом о церквях. Их у них просто не было. И после этого указа они аккуратненько стали присваивать себе и переделывать под себя албанские храмы и церкви. И все это действительно культура и наследие древней Албании. Они армянские церкви. Вот, кстати, сравните. Это действительно армянская церковь, построенная в 1864-1884 году в городе Шуша, который, кстати, уже до этого около 120 лет был. И там есть мечети, которые появились за 100 лет до этой церкви. А вот, кстати, албанские монастыри, которые армяне тихо-тихо себе присваивали. Но помните, вы можете обмануть человека, но Господа Бога вы никогда не обманете. Спасибо за внимание.